Куда ты это ешь на ночь? Но ты же завтра с мигрением встанешь, будешь орать на весь дом. Не дам я тебе. Ну тогда он сейчас будет орать. Или она. И встает дилемма. И так будет орать от того, что уступил. Да? И это же относится и к интимному отношению. Это же вот тут целая гамма всего. Вы попадаете на очень серьезное испытание. Вы уступаете, но вам это не нравится. Вы не уступаете, и вам тоже не нравится, потому что он недоволен, он надулся. Или она надулась. Все как бы... И вот что делать с этой волей? Что делать с этой волей? Волей изъявления. Давайте. Потому что если я скажу быстрое решение, вы забудете его. Вот представьте, кто-нибудь может... Есть же ситуации, когда сталкивается разная воля, свобода выбора, ее даже Бог нам дает. Делаем мы чего-то во вред? Делаем. Во вред себе. Делаем что-то? Делаем. Приятное любящему человеку? Нет. Что ему делать? Ведь первый закон связан со вторым, то есть связан с третьим. Если, соответственно, ты воспринимаешь человека как личность, начинаешь его уважать. Начинаешь его уважать, уважаешь его выбор. Поблиять напрямую на его свободу, конечно же, нельзя, но помочь ему, если он готов слышать, наверное, это может. Боба, правильно. Очень правильный ответ. Все поняли, что... Имеется в виду, что мы можем только вдохновлять. Если мы строим отношения, мы строим отношения. Мы вдохновляем. Человек говорит, я все равно хочу, но тебе же плохо от этого. Я хочу. Но не суди. Самое трудное для нас это не осудить. Что происходит? Что такое подавление воли? Хорошо. Хоть всю тарелку сажи зануда на ночь. Опухни хоть, я не знаю, будешь японским пчеловодом утром. Нет проблем, да? Но как же мы ждем этого утра, чтобы посмотреть на этого опухшего пчеловода? Мы же лично раньше проснемся, ему зеркало принесем. Вот она где засада. Мы все равно в тайне надеемся, что ему будет плохо от того, что он это сделал. Мы как бы говорим, я ни при чем. Не-не-не, я же тебе разрешил. Или я тебе разрешила, как угодно, в обе стороны, да, не переводить в одно слово. Но сколько же у нас счастья от того, что человек, который это сделал, на следующий день пострадал так, как мы и предполагали. Причем это, знаете как, это не счастье от того, что он пострадает, а какая-то язва в нас, да? Так ему хочется напомнить, что ему вчера говорили. По сути, мы его подсознательно желаем плохого. Да, мы хотим очень, чтобы наша правда восторжествовала, чтобы наши слова, что подтвердились делом, чтобы он реально опух, понимаете, или он страдал, или обломался. Вот когда он обламывает, мы кайфуем. Но теперь представляем того человека. Этот человек в этот момент не чувствует связь с нами, а нарвется. Кто виноват? Вроде как он, потому что он это съел. И вроде как мы, потому что что? Желаем, радуемся тем, что с ним случилось. Вот какая засада-то. Серьезно. Решение, которое я дам, немыслимое для большинства из вас. Немыслимое. Но проверено очень многими серьезными людьми, и это проверено моей жизнью. В первую очередь с духовным учителем. И в личной жизни. То есть ответ, который я дам, он стопроцентный. В нем нет исключения. Молчаливое сострадание потрясающе вдохновляет. Потрясающе вдохновляет. Пока вы это не проверите несколько раз, вы это не поймете. Вы скажете, ага, то есть он напился, у него утром болит голова, а я подхожусь рядом, кладу его голову, говорю, ну где тебе помассажировать, чтобы было прошло? Ну где помассажировать? Вы же ему потакаете, кажется. Если вы делаете 10 раз, и вы реально сострадаете, а сострадание вы не найдете в своем сердце, я вам гарантирую, с такими же ста процентами, это будет иллюзия. Настоящее сострадание вымаливает судьбок. Потому что все равно будет осуждение. Оно может поначалу выглядеть, осуждение может выглядеть как сострадание. То есть, вы на самом деле осуждаете, вот ну конченый балбес, ну просто козел. Но пока он еще вам нравится, он вам не достал еще этим. Поэтому вы возьмете его голову, вы погладите, вы ему лед положите, куда ему надо, там, понимаете, да? Но внутри вы понимаете, что он козел. Что нормальный мужик так не сделает. Ну просто еще не надоел с этим. Но в сердце все равно осуждение. Вы просто за счет какой энергии вы его гладите? Кто отгадает? Вы убиваетесь собственной чистотой и благородством. Какая же я хорошая? Другая бы его убила, а я его глажу. То есть, вам нравится быть хорошим. Это называется дофаминовая любовь. Она присутствует первые два-три года в отношениях. То, что потом вы уже ни при каких обстоятельствах не будете терпеть, первые два года вы убиваетесь собственным благородством. Она орала истерила, а я пришел ей на утро этой дури, которая орала там всю ночь истерила. Размел ей ноги, там, сделал массаж шеи. Какой же я классный мужик. Как жалко, что я вдруг к зеркалу подходит. Я смотрю, классный мужик, и частица. Какой я добрый, благородный. Но внутри, в сердце, на самом деле, нет настоящего сострадания. Нет. Потому что настоящее сострадание, оно истоку Бога. Бог никогда не нарушает этот закон. Он дает нам чувства и разрешает нам чувствовать, что мы хотим. Он дал нам эти чувства. Второе, что он делал, он дает нам выбор. Он дает законы, бытия, он дает законы. Говорит, прыгнешь с пятого этажа, разобьешься. Но разве он проявляется, когда мы прыгаем с пятого этажа? Нет. Прыгаем. Твоя жизнь. Но если мы одумаемся и в молитве к нему обратимся, он опять проявится, как будто мы не прыгали и не нарушали. Мы не пойдем в ад, если мы молимся и мы придем в ад. Он нам тысячный раз нам прощает. То есть у Бога это идеал, это эталон отношений. Если вы развиваете это, вы начнете ощущать настоящие истинные сострадания. Поэтому, когда у меня встает вопрос с человеком, мне иногда говорят, вы столько в человека выложились, он плюнул на все и вас оскорбляет. К сожалению, такое бывает. Почему вы не нервничаете? Потому что я молюсь Богу. Потому что только он сострадает. И он может каждому из вас дать сострадание к любому другому. Просто в это надо вкладываться. Поэтому вместо что вкладываться и упиваться, как он лежит у меня на плече, этот конченый дурак или дура. Может быть, стоит сказать Господь, но я боюсь осуждать. Я хочу настоящих отношений. Помоги нас сострадать. Помоги, помоги. Помоги. Потому что вот это все ложное, сентиментальное первые два года, все же знают, все здесь знают, да, мы первые два года стоп, прощаем друг другу. Нереально. Упиваемся вот неким таким, да, улучшенным своими качествами. А потом переходим в условные типы отношений. Да я ему 20 раз простила. Я 20 раз ей простил. Это бесполезная, конченная дура. Знаешь, ну пошла ты. Все, тема закрыта. И вдруг никакого благородства. И вот в этот момент, когда мы первый раз реально говорим пошла ты или пошел ты, мы что делаем? Мы вспоминаем все проколы. И теперь уже не упиваемся. оказывается, мы там что? Не сострадали. Потому что мы запомнили, какой он кретин или кретинка тогда была. И теперь мы все это выкладываем человеку как обойму. Ты забыл? Как тебя можешь терпеть? Я тебе идиоту тогда сказала, ты не сделала. Я потом сказала, я сделала, я терпела. Я тут простила. Как есть, ты помнишь? Ты сейчас запрекаешь, если ты просил. Во! Никто ничего не просил. Копим. Копим вот тут. Потому что тут не было. И не может быть. Потому что говорится, чтобы проявилась настоящая любовь у нас в сердце. Ее надо вымаливать у Бога. Нет другого источника. Мы здесь пришли, потому что мы имеем вожделение, которое мы всячески маскируем подлюбок. Но если вы вымылили сострадание, и человек вас предал и плюнул вам в лицо, вы скажете, ну все, план Бога. Вам не будет боль. Потому что это не ваши чувства, это вам милость пролили, на вас пролили. вы чувствуете сострадание. Если вы уже сострадаете, то вы сострадаете. Понимаете? Вы не будете вспоминать, как 10 раз вы сострадали, потому что состояние это состояние души сострадания, состояние бытия. Я сострадаю к тому, кто не понимает, кто делает себе во вред. Если я это понял, я сострадаю, ну он меня плюнул, но это нормально. Что Иисус Христос говорил? Он говорил, что когда человек делает добро на добро, это что? Значит, он не сумасшедший. Просто неадекватный человек. На тебе вот это вкусное, классное. Ой, спасибо. А если человек делает на зло, на агрессию добро, то это настоящее добро. Правильно? Вот оно где-то. А кто из нас способен на злость, на ненависть, платить добро? Давайте честными будем. Я нет. Я буду молиться. Без молитвы провалю. И любой провалит. И я не уговариваю. Знаете, раз я провалю, я говорю, и вы. Класс, класс, они такие же, как я. Нет, это факт. Но я встречал людей, которые даже на страшные вещи, предательство, никогда не платят. Встречал. Я встречал генетически таких людей, то есть люди даже не могут понять, как можно мстить. Представляете? Это определенная культура из поколения в поколение. И говорит, этому человеку говоришь, что ты никогда не хотел отомстить? Это что с тобой люди сделают? Он говорит, а я что делал по жизни? Господь меня любит. Он меня терпит. И человек начинает рассказывать, какие он неадекватные поступки в жизни делает, что Господь ему прощал. Как же я могу, рассчитывая на милость, проявлять месть? Ты о чем? И ты сидишь и думаешь, о Господи, космонавтик, он реально никому ничего не испытывает, негатив. Он со страны оооо. Понятно, да? Итак, ответ следующий. Пока дофаминовая любовь, то есть пока конфетно-букетный сезон, мы должны помнить, что это некий дар, некий аванс от Бога, что мы хотим быть хорошими, выглядеть хорошими. И это реально мы хотим. Это хорошее желание. Правильно? Но оно неустойчивое. Оно надоест. Ему надо опору. И опора – это высшая любовь. Любовь Бога. Поэтому мы в этот момент просим у Бога сохранить у нас это чувство. Даже если мы атеисты. Какая мы атеисты? Ну, Михаил Юрьевич сказал, надо попробовать. А вдруг сработает? Ну, попробуйте. Увидите, и любят. Ведь все через практику. Я же не настаиваю. И третий аспект любви. Третий. Значит, смотрите, еще раз второй. Подведем итог. Если мы разрешаем человеку даже в ущерб себе что-то сделать, и при этом сострадая, мы находимся рядом с ним, то это сострадание ведет к тому, что человеку расхочется ради нас вредить себе. Вот он вывод. Не поворачивается. Знаете, вот если к тебе супруга сострадает за крик, за гнев, в какой-то момент проклинаешь себя, что кричишь. Если она искренне смотрит на тебя, как, ну что, ну зачем? Ну, поворачивается, тихо уходит. Ты думаешь, какой же ты гад, а? Не сразу. Но через пару лет точно начинаешь чувствовать, что ты гад. А мы все хотим правду доказать. Мы наоборот действуем. Нет. Ни в коем случае. Человек увидит. Потому что, когда мы видим грязь, когда мы видим, что какую-то одежду надо уже постирать, когда мы пойдем помоемся, ее оденем грязную. Она липнет. Она какая-то... Ну, если мы грязные, то и одежда... Знаете, это как в поход. Идешь в этой одежде, там, вроде ничего. Потом пришел домой, отмылся, просто ее в руки берешь, думаешь, как же видовать я хотел. Понятно. Так вот, эта чистая одежда, это наша реакция. Если мы чисты, человек станет стесняться своей грязи. И теперь у него два варианта. Или он отстанет от вас из-за своей грязи. Что тоже, в конце концов, можно что делать. Какое сознание? Такое окружение, это же главный закон. Или человек вдохновится и поменяется. И вы ничего не потеряли. Потому что все равно, если он не вдохновился, то какой смысл во всем? А вы ничего не потеряли, вы сострадали и сострадаете. Теперь, если человек поменялся, вы еще и больше счастливы. А если он не поменялся, ну, его свобода так и осталась. Он решил покончить свою жизнь там, где-то под забором. Ну, это его выбор. Но вам-то под забор не надо. Вам не надо. То есть человек от вас уйдет, если все-таки его выбор в сторону помойки. Но если мы осуждаем, если мы боремся, деремся, то, скорее, столкновение прав разрушит даже отношения с тем, который просто из-за слабости сердца не может преодолеть какую-то плохую привычку. А потом преодолел бы. Ему время надо давить. А вы все со своей правдой. Вы все своей диетой там. Вы со своими какими-то принципами лезете, лезете. Да, и человек просто у него уровень. Да, я же не могу вас заставить жить, как я живу. Не могу. Хотя, может быть, это дает более качественную жизнь. Но если я вас начну мочить этим всем. Правильно? Ну, вы что, вы скажете, да зачем нам всем общаться? Да ну, вот где уже. Правильно? Ну, если я вас буду вдохновлять. Вы скажете, да, мы вот тут. Но мы хотим. Как-то вот я теперь буду вот так. Я постараюсь. Спасибо.